Привет! Вы на канале EZ3D и сегодня я хочу поговорить про воксели, как их использовать в программе Cinema 4D, что это и зачем они вообще нужны. Но чтобы лучше разобраться в этом вопросе, предлагаю немножко окунуться в теорию. Итак, поехали. Открываем википедию и смотрим. Воксел, в разговорной речи воксель, от английского воксел, образованное из слов объемный, volumetric и пиксель. Пока не очень понятно. Что такое пиксель? Пиксель это наименьший логический элемент двухмерного цифрового изображения в растровой графике. Теперь все вообще стало сложно. Попробуем разобраться на пальцах. Берем любую 2D картинку и на первый взгляд просто обычная картинка ничего не нет. Но если приблизить, можно заметить такие вот квадратики. Это и есть те самые пиксели. Зачем они нужны? А это та самая величина, которая влияет на разрешение экрана. То есть разрешение экрана монитора это величина, которая нам показывает сколько вот этих вот самых пикселей находится в единице пространства. Чтобы было понятнее я сделал две картинки. У картинки слева разрешение 1024 на 1024 пикселя, а у картинки справа 200 на 200. При таком размере разница практически незаметна. Но стоит нам приблизить и все становится на свои места. Сразу видно как картинка запикселилась. То есть, мы отчетливо видим каждый вот этот вот квадратик. Чтобы картинка была качественнее, надо чтобы пикселей было больше. Теперь переходим в программу для 3D моделиров. По большому счету воксель это объемный пиксель в 3D пространстве, из которого могут состоять 3D модели. В этом собственно говоря и кроется главное отличие обычной геометрии от воксельной модели. Обычная геометрия это лишь поверхность, то есть все полигоны, полигональная сетка, она расположена по поверхности модели. Если мы удалим любой полигон, внутри пустота. В вокселе же в свою очередь это массив из кубиков, которые полностью заполняют любую форму. Как я уже говорил в начале ролика, чем больше пикселей, тем качественнее картинка. Это же справедливо и к 3D графике. Я сейчас включу отображение сетки и мы можем видеть, что чем больше полигонов на модели, тем она более сглаженная. В вокселях нету как таковой сетки, потому что мы уже выяснили, что модель полностью набита этими вокселями. Значит, чтобы добиться большего качества модели, надо чтобы размер вокселя был меньше. Но уменьшая размер вокселя, мы автоматически увеличиваем их количество для того, чтобы заполнить форму. Поэтому тут главное не перестараться, чтобы система не слетела. В программе Cinema 4D нету динамической сетки, как в блендере или функции Dynamesh, как в ZBrush, которые пересчитают сетку. А как же тогда делать наброски с геометрией, то есть блокинг. А вот для этого воксели и нужны. Как это работает? Создаем любой примитив, даже, наверное, два. И в данный момент у них две абсолютно разные сетки, они никак не связаны. У сферы своя геометрия, у кубика своя геометрия. Теперь мы открываем инструмент создания объема и кидаем оба этих объекта под объектами создания объема. И сразу же оба наших меша преобразуются в воксельные модели. Пропало отображение сетки. Вот она сейчас включена, но мы ничего не видим. И модель стала из кубиков. Если, к примеру, мы подвигаем сферу внутрь нашего куба, то мы видим, что оба наших этих меша стали образовывать собой одну общую форму. Но при этом у нас сохраняется контроль над параметрами, поскольку это оба параметрические объекты, то есть количество сегментов, радиус, ширину, длину, высоту и, в принципе, прочее. Также у нас есть возможность выбрать режим взаимодействия этих объектов между собой. Такое, как совмещение, высчитание или пересечение. Такой себе аналог булевых операций. И вот теперь то, что я говорил. Размер вокселя. Тут прямо написано, что размер вокселя 10 сантиметров. Поэтому форма такая грубая. Соответственно, если поставлю размер вокселя, например, 2 сантиметра, форма стала более сглаженной, но это начало больше грузить систему. Еще один момент, про который хотел рассказать, это то, что воксели работают со всеми инструментами Cinema 4D, такими как деформеры и модификаторы. Самый часто используемый, но это, наверное, симметрия. Добавляем создание объема и кидаем все ранее созданное под объектом. Симметрию можно в любой момент выключить. Единственный момент, что любая геометрия должна быть закрытой, иначе появляются такие артефакты. И вот, мы подошли к самому интересному. Мы набросали по-быстрому форму такого вот человека, что ли, не знаю. И чтобы дальше работать, например, закинуть ее в комнату скульпта и со скульптой всякие деталюшки, нам нужно конвертировать это в полигональный объект. Как это сделать? Добавляем в сцену каркас объема. И наш модификатор создания объема кидаем под объектом каркас объема. Все, что было ранее в сцене, конвертировалось в полигональную сетку. Приходим в комнату скульптинга, выключаем отображение сетки, чтобы нам не мешало, и можем уже как-то взаимодействовать с моделью. У нас есть болванка. Итак, подытожим. Cinema 4D Voxel является очень мощным инструментом для прототипирования и создания болванок. При правильном использовании позволяет в разы ускорить создание 3D модели. Далее вставлю ускоренное видео того, как я создавал эту самую корову. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok